Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев подписал постановление о поощрении единовременными денежными вознаграждениями спортсменов, ставших победителями и призерами пятых игр исламской солидарности, прошедших в городе Конья, Турция, а также их тренеров. Постановление президента Республики Узбекистан о поощрении единовременными денежными вознаграждениями спортсменов, ставших победителями и призерами пятых игр Исламской Солидарности, прошедшая в городе Конья, Турция, а также их тренеров. В целях поощрения спортсменов-победителей и призеров за вклад, внесенный в повышение международного имиджа и авторитета нашей Родины победами, достигнутыми на пятых играх Исламской Солидарности, прошедших 9-18 августа 2022 года в городе Конья, Турция, а также подготовивших их тренеров дальнейшей государственной поддержки широкого вовлечения молодежи в профессиональный спорт. Первое. Установить, что единовременными денежными вознаграждениями за каждую медаль поощряются. А. Спортсмены Узбекистана, ставшие победителями и призерами пятых игр Исламской Солидарности, за золотую медаль 5000 долларов США, за серебряную медаль 3000 долларов США, за бронзовую медаль 2000 долларов США. Б. Тренеры, подготовившие спортсменов Узбекистана, ставших победителями и призерами пятых игр Исламской Солидарности, за золотую медаль 2500 долларов США, за серебряную медаль 1500 долларов США, за бронзовую медаль 1000 долларов США. Расходы, предусмотренные настоящим пунктом, покрываются за счет средств Резервного фонда Кабинета министров. 2. Министерству развития спорта Икрамов, Национальному олимпийскому комитету Узбекистана Ташматов, Касымов, Национальному паралимпийскому комитету Узбекистана Ташхаджаев и соответствующим спортивным федерациям Ассоциациям утвердить перечень спортсменов Узбекистана, ставших победителями и призерами пятых игр Исламской Солидарности, а также подготовивших их тренеров. 3. Совместно с Национальным информационным агентством Узбекистана Кучимов и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана Хаджаев обеспечить торжественное вручение единовременных денежных вознаграждений, а также широкое освещение данного процесса в средствах массовой информации и социальных сетях. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова и советника президента Республики Узбекистан Абдувахитова. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиоев В здоровом теле здоровый дух. Спорт и подвижный образ для человека – очень важные аспекты, как в физическом, так и в духовном развитии. Каждое совершенное нами движение сказывается на нас самих, поэтому развитию спорта в нашей стране уделяется большое внимание. Реализуются перспективные проекты, создаются широкие возможности для спортсменов. За последние пять лет, к примеру, сданы в эксплуатацию 118 спортивных комплексов. 7 тысяч спортплощадок в Махалях действуют в 3,5 тысячи площадок для мини-футбола, 6 тысяч баскетбольных и волейбольных площадок, 663 тысячи площадок для бадминтона и более тысячи фитнес-залов. В каждом районном и городском центре проложены дорожки здоровья и велодорожки. Согласно стратегии развития, в ближайшие пять лет доля сторонников здорового образа жизни, занимающихся физкультурой, должна составить не менее 33% всего населения. В целом наши спортсмены занимают призовые места, получают награды высшей пробы, прославляя Узбекистан на мировой арене. И все благодаря тем условиям, которые созданы в стране для развития спортивной сферы. Вот еще один конкретный пример. С 9 по 18 августа в турецком городе Конья проходил пятый по счету мультиспортивный фестиваль Игры Исламской Солидарности, в ходе которых наши сборные команды показали отличные результаты. Занял две золотые. Узбекистан, Ола. Один за всех, все за одного. От нашей страны в состязаниях в общей сложности участвовали 268 человек по 24 видам спорта. 20 медалей завоевали наши спортсмены в 13-й день Игр Исламской Солидарности. В 13-й день Игр Исламской Солидарности. В индивидуальном заплыве 4 на 100 метров среди мужчин. Команда в составе Алексея Тарасенко, Эльдорбек, Усмонова. Владислава Мустафина и Хуршиджона Турсунова завевала награду высшей пробы. А в плавании на 100 метров вольным стилем золото получил Алексей Тарасенко серебро у Хуршиджона Турсунова. Двукратным чемпионом Игр Исламской Солидарности стал карасист Садридин Сайтматов, одолев представителя Марокко в весовой категории до 67 килограмм. А Сивинч Рахимова, выступавшая в весовой категории до 55 килограмм, завоевала бронзу. У кикбоксеров также отличные результаты. Копилка пополнилась шестью наградами. Первую золотую медаль по кикбоксингу завоевал наш соотечественник Мавлон Мухаммаджонов. В финале он сражался за победу в весовой категории до 54 килограмм с представителем из Азербайджана. Назарбек Мухмудов, Джамалядин Насиров, Фахредин Иминов, Навруз Джуманазаров завоевали серебро, Нурбеку Ружбоев – бронзу. Тройка спортивных гимнасток Оксана Чусовитина, Дельдора Арипова и Оминахон Халилова заняли второе место. Еще одну золотую медаль в копилку нашей сборной добавила Оксана Чусовитина. А в личном засчете Дельдора Арипова завоевала серебряную медаль. Члены нашей сборной по стрельбе из лука завоевали свою первую награду на соревновании. Дуэт Амирхона Садыкова и Зиёдухон Абдусаторовой поднялся на третью ступеньку пьедестала в смешанной программе. Вчерашний день был плодотворным и для наших фехтовальщиков. Женская сборная Узбекистана Парапири в составе Умиды Ильясовой, Камилы Мерзаевой, Илайды Гидикли и Марджона Усмановой завоевала серебряную награду. Спортсменки Шахзода Эгамбердыева, Севара Рахимова, Дельнас Муртазаева и Марджона Зубайдулаева обыграли Сенегал в матче за бронзу. Мужские сборные также завоевали по одной бронзовой медали. Всего на играх «Исламской солидарности» Узбекистан, заняв вторую строчку в медальном зачете среди 56 стран мира. Соревнования проходят хорошо, соперники тоже очень сильные, но благодаря командной работе я смог реализоваться и показать все, что у меня было. Также, как и мои друзья по команде, тоже смогли показать все, что смогли. Благодаря этому заняли зал представителей. Занял две золотые в личке, 100 метров кролем. Припыл первым, очень рад. Другие дни я приходил вторым, третьим, но наконец-таки в последний день пришел первый. И потом мы в эстафетном плавании, 400 метров комбинированное, мы заняли тоже первое место. Борьба была очень сложная, но мы выиграли, урвали касания у турков и у казахов. То есть мы очень рады. Две золотые медали у меня, у ребят одна. В общем, очень рады. Всем спасибо. Будут международные соревнования в конце этого года. Будет чемпионат мира проходить в Австралии. И там, естественно, будем снова показывать хорошие результаты. Мы наконец-таки поборолись за золото и сделали это. Я перед эстафетой сказал, что мы можем за золото побороться, и мы это сделали. Были очень долгие и тяжелые три месяца подготовки к этим соревнованиям, и они прошли не зря. И по данным, которые мы только что получили, всего на пятых играх «Исламской солидарности» Узбекистан завоевал 50 золотых медалей, заняв вторую строчку в медальном зачете.